Почему? Те, кто совершают грехи, неверующие, добиваются многого в этом мире. Аллах Всемогущий говорит нам ясно, что Те, кто старается, направляется к благам этого мира, то мы даруем им их. Ты усердно старался достичь благ этого мира? Мы даруем это тебе. Послушайте, аят 18. Аллах говорит Тот, кто желает эту нынешнюю жизнь, ту, которую вы проживаете сейчас, та, которая идет прямо сейчас, и стремится к ней, то мы даруем то, что мы хотим и кому мы хотим из них. Мы даруем им. А в следующей жизни они не получат ничего. Они не верили в нее, они не желали ее. Итак, если кто-то скажет, мне даже неинтересна следующая жизнь, я даже не хочу знать, что будет со мной после моей смерти. Мне это совсем неинтересно, я даже в это не верю. Я просто живу свою жизнь, и я хочу наслаждаться ею, и все. Аллах говорит, мы можем дать им это наслаждение. А потом, в следующей жизни, они ничего не получат, ведь они в нее не верили. Они даже не постарались попробовать понять ее. Они даже не захотели знать. Итак, это проясняет для нас нечто очень большое. Мы восстанавливаем связь с откровением для того, чтобы понять, почему. Те, кто совершают грехи, неверующие, добиваются многого в этом мире. Аллах говорит, потому что они стремились к этому. Они сильно старались добиться этого. И мы решили, мы дадим им это. Хочешь этот мир, мы дадим его тебе. Но в следующей жизни ничего не останется для тебя, ведь ты в нее не верил. Вы видите многих людей, которые очень далеки от всемогущего. И их даже не беспокоит в следующей жизни, но они наслаждаются этой жизнью. Как? Это потому, что Аллах решил, ладно, они стараются, мы дадим его им. Любой, кто старается получить что-то, может достичь этого. И Аллах говорит, да, мы можем это им даровать. Итак, Аллах говорит, в следующей жизни они в убытке. Они будут подвергаться мучениям и наказаниям. В том, что называется джиганном, адский огонь и так далее. Все это там есть. Об этих предупреждениях говорится в Коране. Они доставлены к нам в откровении. Но в то же время всемогущие дают и благую весть. Аллах говорит, Тот, кто желает вечную жизнь и старается стремиться к ней. Тогда, субханаллах. Если они верующие, Аллах говорит, Их стремление, несомненно, будет отблагодарено. За это будет награда, за это будет рай. Когда вы стремитесь, то старание будет вознаграждено раем. Когда я выполняю свои пять ежедневных намазов, то Аллах не гарантирует мне наличие лучшей машины, хорошего бизнеса, хорошей работы, большой зарплаты и всего остального. Но Он говорит, Ты здесь стремишься к чему? Ты стараешься для следующей жизни. И мы дадим ее тебе. Другие же старались для этого мира. И мы можем даровать его им, даже если они не верят в будущую жизнь. Поэтому всемогущий говорит, Ясно. В 19 аяте Тот, кто желает, тот, кто стремится к следующей жизни, тот, кто старается, вкладывает свои усилия для нее, будучи верующим. Те, кто верит во всемогущего, в следующую жизнь, Аллах говорит, они не пожалеют. И потом Аллах говорит, Знаете, дары Аллаха, то, что раздает Аллах, богатство, пропитание, благо, все от Аллаха. И он говорит, Я дарую тем и тем. Итак, когда Аллах дарует всем сторонам, то это не обязательно означает, что он доволен ими. В этом мире, когда Аллах даровал кому-то много мирского, например, деньги, путешествия и счастье, то есть, тот вид наслаждения, где красота и весь мир, у них миллионы и миллиарды, это не обязательно значит, что всемогущие доволены ими. Аллах говорит, мы даровали им. Знаете, дары Аллаха, они, для них, не может быть препятствий, их нельзя остановить. Аллах решает, что он хочет делать, и он говорит, мы даруем это им. Мы можем даровать тем и тем, но Аллах говорит, посмотри, как мы дали преимущество одним над другими. Посмотри, как мы подняли одних над другими в преимуществе. Эти люди могут выглядеть униженными в этом мире, но мы подняли их в степени, потому что они стремились к следующей жизни. А эти люди кажутся возвышенными на этой земле, но мы уронили их в следующей жизни, ведь они не стремились к ней, и у них там ничего не будет. И так Аллах говорит, Воистину, вечная жизнь, она больше. По степеням и вечная жизнь, она больше по преимуществу. Он говорит, люди стараются ради этого мира, другие ради следующего, некоторые ради обоих, предпочитая следующую жизнь, некоторые ради обоих, предпочитая мирскую жизнь. Аллах говорит, мы даруем всем им, даруем всем, но имейте в виду, что следующая жизнь намного лучше. Следующая жизнь, в другом аяте, Аллах говорит, она вечно, так и есть. И Аллах говорит, ее степени преимущества больше. Хочешь стремиться к чему-то, стремись к следующей жизни. И Аллах, всемогущий, говорит нам об этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok